Привет, меня зовут Сергей, и в этом видео мы ответим на 10 простых вопросов, которые я задаю своим потенциальным клиентам, чаще всего онлайн. Пройдите соц.опрос, который им покажет их текущую ситуацию со стороны, объективно проходя вопросы. Человек уже к 10 вопросам понимает, есть ли у него проблема, надо ли ему что-то менять, то есть он уже включает мозг, задумывается. Чаще всего мы не задумываемся, потому что мы многих вещей не знаем. Этот вопросик показывает элементарно, где пробелы. Итак, кстати, если этот инструмент кому-то нужен, пишите мне в личное сообщение, я скажу, как это сделать вам. Итак, первый вопрос. Сколько раз в день вы идите? Ну, вариант ответа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Допустим, человек чаще всего ставит 1, 2, 3, 4, ну пореже, и 5, 6 редко. Чаще всего у людей проблемы, да, вот. И они уже отмечают, уже начинают задумываться, да, потому что есть другие варианты, да, все-таки, как, вернее, да, где. Сколько воды вы пьете? Второй вопрос. Меньше литра? Ну, чаще всего получают такой вариант. От 1 до 2 и больше 2. Третий вопрос. Как вы охарактеризуете свой уровень энергии? Да, чаще всего энергии, как хотелось бы больше. Вот как раз чаще всего отвечают, хотелось бы побольше. Да, такое имеет место быть. Четвертый вопрос. Знаете ли вы, что такое гликемический индекс продуктов? И руководствуетесь ли им при выборе продуктов? И чаще всего, конечно, люди не знают, что это такое, и очень плохо, что не знают, что это такое. Это очень важная часть понимания вообще основ питания. Это основа питания, да. Пятый вопрос. Едите ли вы после 7 часов? Да, регулярно. Да, редко. Нет, не ем. Да, регулярно едят после 7 часов. И я тоже за то, чтобы есть после 7 часов. Но нужно понимать, что есть. Потому что еда же может быть разная, да. Как и по калорийности, так и по питательной ценности. Шестой вопрос. Есть ли у вас тяга к мучному, сладкому в течение дня? Ну да, чаще всего эта проблема существует у большинства. И к вечеру, и к ночи, и всякое разное. И чаще всего регулярно в течение дня либо мучное, либо сладкое хочется. И уже шестой вопрос подсказывает. Вот проблема есть, да, тяга к сладкому и мучному. Действительно, тяги, по идее, в нормальной ситуации не должно быть. Должно быть нормальное, адекватное восприятие. Даже когда хочется есть, мы не должны тянуться вот к этим продуктам. Седьмой вопрос. Как вы оцениваете свои знания о питании? Уверенно разбираюсь в КБЖУ. Мало знаю и понимаю, как надо. Чаще вот это отмечают. И я нутрициолог. Ну, это вообще редкое исключение. Может кто-то ради прикола, только можно нажать. Довольны ли вы своим здоровьем? Уже начинается самое интересное. И здесь сам себе человек, ну, не соврет. Точно. И вот он пишет, доволен ли своим здоровьем или нет. Ну, может, я доволен, да, допустим. Я вот отвечаю себе, да, я доволен. Вот, я честно отвечаю. Ну, знаете как, 50 на 50 я получаю. И нет, и да, вот в этом моменте. Девятый вопрос. Довольны ли вы своей фигурой весом? Ну, банальное отражение в зеркале. Подсказываю чаще всего нет. Хочется что-то поменять. Далее открывается доп. Вопрос, когда мы отмечаем нет. Что произошло с вами за последний год? Финальный вопрос, десятый, тоже важный. Я поправилась, поправился, я похудел или похудел. Остался в том же месте. Чаще всего люди поправляются относительно прошлого года. Ну, и под вопрос, что мешает привести себя в форму? Да, если у него есть проблема, то что-то же мешает. Ну, как правило, не хватает знания питания, вариант. Не понимаю, человек вот это вот отвечает. Не хватает поддержки, срываюсь, тоже выбирают. Не хватает силы воли, да. Люди часто говорят себе, да, у меня нету силы воли, я не могу, я срываюсь. То есть, вот вообще это ни при чем здесь, да. Сила воли это, ну, я комментирую это индивидуально человеку, поясняю, почему так происходит. Здесь привычки, да, а не сила воли. И все, вот банально человек отвечает. И финальное, да, хотел бы он получить бесплатную консультацию, онлайн или оффлайн. Здесь уже, если он отвечает, да, хочу, то у него открывается форма для того, чтобы он заполнил свои данные. Для того, чтобы мы с ним связались и назначили время консультации. Если вы смотрите и у вас есть какой-то нюанс, который бы хотелось скорректировать, заполняйте форму по ссылочке под этим видео. И мы с вами свяжемся. Кому актуально получить такую форму для работы, тоже пишите мне в WhatsApp или в Telegram, я вам расскажу. Ну, в принципе, все коротко и понятно. Я думаю, ну, есть над чем подумать, когда проходишь этот вопрос, да. Вопросы могут быть разные, но чаще всего мы используем вот такой опросник. Поэтому welcome, как говорится, исправляем то, что нужно. И чувствуем себя прекрасно. И будем в той форме, в которой бы нам хотелось быть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!